Участники Великой Отечественной войны, летчики-космонавты, герои России в составе областной делегации Общероссийской общественной организации ветеранов вооружённых сил совершили паломничество по местам боевой славы в Республике Беларусь. Звёздные отросы пиординов и медалей на парадных кителях делегацию провожали руководство района и ветераны войны, которые по состоянию здоровья не могли присоединиться к отъезжающим. С напутствием выступил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин в Беларуси. И с первых дней войны у него погиб близкий родственник. Первый день Великой Отечественной войны, 22 июня, в пресской крепости погиб мой родственник, причём такой близкий, это родной племянник моей бабушки, при бомбёжке, первый же был сержантом, попала авиационная бомба в штат. И, ну, что я могу сказать, поклонитесь. Спасибо обязательно. В делегацию вошли полсотни представителей военной элиты, лётчики-космонавты, испытатели, ветераны из Балакаламского, Химкинского, Истринского районов. Однако костяк группы составили именно щёлковцы. Их участие в поездке обеспечила администрация щёлковского района. У каждого в Великую Отечественную погибли близкие. Для них побывать на месте великих сражений не просто дань памяти, а священный долг. Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» – одно из таких поклонных мест. Этот музей под открытым небом, создан на месте одноимённой деревни, уничтоженной нацистами вместе с её жителями. Минуты молчания, стоя у вечного огня, делегаты почтили память невинно убиенных в годы войны жителях Белоруссии. Участник Великой Отечественной войны, житель Щёлкова, Григорий Иванович Тищенко возложил к монументу цветы. Его родной дядя Иван Прокопьевич Полищук принял смерть от рук фашистов. Я отсюда возьму на память землю, чтобы эту землю передать в школы, в которых есть музеи памяти, так, в нашем Чкаловском городке. Чтобы наше поколение помнило о том тяжёлом, трагическом событии, который перенёс советский народ. Мемориальный комплекс «Курган Славы» в Смолевическом районе. На этом святом месте в июле 1944 года встретились три белорусских и прибалтийские фронты. Именно здесь юбилейную медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне» руководитель делегации Владимир Рабеев вручил Герою России, лётчику-космонавку Александру Викторенко. У меня отец прошёл всю войну, бабушка не дождалась четверых сыновей. Поэтому вот эта награда, я считаю, я её просто для них получил. О том, что между Россией и Белоруссией отсутствуют какие-либо границы во взаимоотношениях, показала встреча в Республиканском дворце культуры ветеранов. В центре Минска нашу делегацию торжественно встретили председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейщик, руководитель ветеранской организации Минска, депутаты Белорусского национального собрания, участники войны. Мы очень рады вас приветствовать на нашей белорусской земле. Она была, есть и будет той землёй, на которой поливали кровь славянки, Россия и Белоруссия. Ветеранам Иван Гордейщик под аплодисменты зала вручил медали «70 лет освобождению Республики Беларусь от немецких захватчиков». 1100 дней Минск находился в оккупации, был полностью разрушен фашистами. Столица возродила былую мощь лишь спустя 30 лет после войны. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы сохранили всё то, что сегодня мы имеем. На памятной для всех её приглашённых встречи Владимир Рабеев в знак уважения вручил Ивану Гордейщику подарок – панно с портретами государственных лидеров России и Белоруссии. Специально для такого торжественного случая участник войны Иван Иванович Жучков привёз книгу о нашем земляке, лётчике, герое Советского Союза Иване Ивановиче Иванове, который совершил один из первых воздушных таранов в истории Великой Отечественной войны. Юбилейные медали «70 лет победы» вручены свидетелям тех страшных событий, ветеранам вооружённых сил Белоруссии. «Это наши самые близкие друзья, и мы очень рады встречать, говорить, общаться, но самое главное – находить общий язык во благо того, чтобы был мир на нашей земле». Стороны договорились о сотрудничестве общественных организаций ветеранов Белоруссии и России, цитата, «во благо укрепления братской дружбы между народами». «Планируем, что наши братья белорусы, белорусская делегация побывает на мемориальном комплексе, который мы строим, на территории Чкаловского авиационного гарнизона». Спустя 75 лет участники ветерана Великой Отечественной войны и Щёлковского района в составе делегации Всероссийской общественной организации ветеранов вооружённых сил Российской Федерации приехали сюда, в Брестскую крепость, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войну. Брестская крепость первая встретила удар немецко-фашистских захватчиков. Стояли месяц, погибали, но не сдались. В 4 часа утра, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, жители города и многочисленные паломники, приехавшие сюда из самых разных городов России и зарубежья, пришли на территорию крепости, чтобы поклониться известным и безымянным защитникам Родины. «На вас глядят защитники крепости, ещё живые оттуда из прошлого, за несколько минут до начала страшной войны». Три года жители Бреста находились в плену у врага, пока 28 июля 1944 года доблестные войска 1-го Белорусского фронта штурмом не прогнали немцев из измождённого голодом и разбоями города. В этот день завершилось полное освобождение белорусской земли от фашистских захватчиков. Подмосковная делегация возложила к вечному огню корзину цветов, на чёрной ленте которой написано «Защитникам Брестской крепости героя» от губернатора, ветеранов и жителей Московской области. «Мы благодарим всех организаторов, которые организовали это очень важное мероприятие, для того, чтобы мы почтили и отдали дань уважения защитникам нашей Родины, которые первые приняли удар непосредственно противника, который напал вероломно на нашу Родину». «Поражает память народа о тех трагических событиях. Я очень доволен и рад, что я приехал на эту землю, с которой начался отсчёт Великой Отечественной войны, которая длилась 1418 дней и ночей». Памятным моментом стало посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Делегата встречал её директор Григорий Бысюк. В Дармузей были переданы фотографии, книга о знаменитых шкаловских лётчиках, авторские настольные часы с мелодиями фронтовых песен. На память о посещении мемориала ветераны оставили записи в книге отзывов почётных гостей. Династия лётчиков, отец и сын Игорь Евгений Тарелкины, оба героя Российской Федерации, на Белорусском фронте воевал их близкий родственник. «Так как мой дед участник Великой Отечественной войны, войну закончил старшиной танкового батальона, и у меня есть его погон. И этот погон, он всегда со мной. Дедушка с Первым Белорусским фронтом здесь как раз участвовал». «Самое главное то, что с сыном мы сегодня побывали здесь и отдали не только честь своему отцу, но и всем участникам войны, особенно тем, кто погиб. И как-то на душе от этого спокойнее и легче». Из Белоруссии в Россию ветераны привезли не только впечатления, фотографии, книги и сувениры, о которых они, конечно же, расскажут молодёжи, но и чувство уверенности в том, что дружба между народами – есть гарантия существования мира. За этот мир наши деды заплатили высокую цену – цену миллионов человеческих жизней. Спасибо.